Обещанное видео про визу P1, но и немножко затронем визу B1. Итак, виза P1 это виза для профессиональных спортсменов, по уровню она выше, чем виза B1, по той простой причине, что по визе P1 вы можете спокойно работать в Соединенных Штатах, подписывать контракт, ну и фактически эта виза, она приравнивается к рабочей визе, но она также имеет не иммиграционный характер, но позволяет вам въезжать в Соединенные Штаты, получить social security номер, естественно, иметь разрешение на работу по этой визе, ну и дальше уже зарабатывать там деньги в качестве спортсмена. У нас даже были такие случаи, когда человек-спортсмен много раз въезжал по визе P1, он получил эту визу туристическую, туризм плюс профессиональный спорт, вот, и после этого его задержали на границе, он там 15-й раз за год въезжал, ему сказали, что делайте себе новую визу P1, он обратился к нам, ну и мы, соответственно, начали им заниматься. Итак, виза P1 отличается от визы B, ну, прежде всего, консульским сбором. Если на первую категорию это 160 долларов, здесь за эту визу вы отдадите 190 долларов. Второй момент, если визу туристическую плюс профессиональный спорт достаточно из американского клуба, допустим, если мы говорим про парашютный спорт, просто прислать приглашение на английском языке, да, у нас, кстати, приглашение совсем другого плана, мы факс или просто там по электронной почте не рассматриваем, мы обязательно требуем от наших партнеров, чтобы нам прислали в письме, чтобы это было письмо в конверте. Обычно мы используем DHL, чтобы получить официально бланк с подписью живой, оригинальной руководителя клуба. Смотрим рейтинги, кстати, клуба, потому что от рейтинга тоже зависит, дадут ли визу или не дадут. Мы то же самое делаем по школам английского языка. Если, допустим, вы обратились к нам за помощью оформления визы F1, это курсы английского языка, либо какие-либо магистрские программы. Вот мы обязательно смотрим рейтинг школы, то есть там брать какую-нибудь с минимальным рейтингом или там одна звездочка, допустим, где-нибудь там в Бруклине, где-нибудь там на Брайтон-Бич, да, но мы такую школу не берем, хотя, конечно, она будет дешевле. Так вот, обязательно рейтинг школы, то есть если рейтинг у школы, если рейтинг, вернее, не у школы, а у парашютного клуба хороший, мы этим пользуемся, мы просим, входим во взаимоотношения с этим клубом, с руководством клуба, объясняем, что мы хотим. В общем, в итоге мы получаем приглашение. В этом приглашении обязательно условия, чтобы были перечислены наши спортсмены. Если мы говорим о парашютном спорте, то кроме фамилии, имя, отчество, мы обязательно прописываем номер лицензии. Как вы знаете, после того, как наши спортсмены с нуля прошли теорию, прошли курс АФФ, они получают лицензию. Это лицензия международная на осуществление именно деятельности, связанной с прыжками за рубежом, в том числе и в Соединенных Штатах. То есть вообще в Соединенных Штатах своя лицензия – это USPA и FAI. То есть FAI – это наша лицензия, которая работает и у них. Конечно, она будет ограничена, но тем не менее по ней можно спокойно заниматься и прыгать, если говорим про парашютный спорт, в Соединенных Штатах заниматься этой профессиональной деятельностью. Виза P1, кроме того, кроме приглашения, она еще требует участия руководства клуба, который вас вызывает в Соединенные Штаты, по составлению петиции. То есть так называемая петиция, в которой полностью расписывается вся ситуация. То есть зачем вы едете в США, какая у вас будет зарплата. Если вы будете получать, допустим, не деньги, а какие-либо привилегии, допустим, бесплатное место в самолете за рекламу ваших парашютных систем, или за прыжки, или за то, что вы в небе растянули в формации какую-нибудь растяжку с названием вашего клуба. Ну, это может быть все что угодно. Либо вы, допустим, очень хорошо прыгаете фрифлай, и нет таких в округе в США людей, которые могут это повторить. То есть вы там супер-пупер профессионал, вот, и вы приглашаетесь. То есть это все указывается в петиции. Эта петиция отправляется в соответствующую службу. Это будет спортивная федерация Соединенных Штатов. Они рассматривают эту петицию. Если они ее утверждают, одобряют, то эта петиция дальше приходит к вам также в письме в оригинале, и с ней вы идете в посольство, запрашиваете визу ПИВАН. Кроме того, ПИВАН также может быть использована для артистов. Мы пока артистов не отправляли, но я думаю, что у нас это все впереди. Вот, дальше по визам туристическим плюс профессиональный спорт и по визам ПИВАН, это работа в сфере спорта, есть несколько вариантов, по которым вы подаете в посольство. Первый вариант, вы идете индивидуально, то есть индивидуальный спортсмен идет в посольство и запрашивает эту либо визу ПИВАН, либо визу ПИВАН, и вы можете получить ее до пяти лет. Второй вариант, вы идете в составе группы, то есть это спортивная команда. Опять же, есть ограничения, допустим, по Российской Федерации, по посольству, это девять человек в команде, то есть если меньше девяти человек, то вы уже не команда, и вы должны заходить индивидуально. Если, допустим, говорить про Азию, Вьетнам, Таиланд, то здесь от десяти человек. То есть если меньше десяти человек, то, соответственно, вас не принимают как команду, вы идете индивидуально, хотя вы, конечно же, можете уже там по ходу скоординироваться, может быть, там какое-то совместное разрешение, совместное приглашение, все это вы показываете, дальше уже двигаетесь в сторону своей визы. Еще важный момент, когда вы подаете от имени группы, допустим, у вас есть десять, там, девять-десять человек, то у вас должен быть координатор, это тот человек, который фактически курирует вас в посольстве. Кроме того, сейчас мы активно используем услуги переводчика, чтобы привлекать переводчиков в посольство, допустим, вы подаете не в своей стране, у вас не очень хороший английский, вы не говорите на местном языке, привлекается переводчик, он должен быть аккредитован, для того, чтобы его аккредитовать, необходимо собрать на него пакет документов и отправить на сайт посольства. После того, как они утвердили этого переводчика, мы можем брать его с собой. Как это делается, мы расскажем об этом в наших будущих видеороликах, потому что для многих это очень интересный момент и очень важный. Не все подают, допустим, там, в посольстве своей страны, бывает такое, что вы, допустим, находитесь на каких-либо соревнованиях в чужой стране, и вам нужно подать на визу и получить ее. Итак, интересная виза, можно ее использовать. Самое главное, что иммиграционное законодательство США предусмотрело для каждых заявителей, в зависимости от сферы их деятельности, свою категорию визы. И нужно запрашивать именно подходящую для вас визу. Потому что я много раз встречал ребят, людей, особенно с отказами возле посольства, которые подают на визу, которые не соответствуют их категории, и они получают отказ. Ребят, готовьтесь к визе. Это серьезный процесс. Да, он требует детальной проработки каждого элемента в вашем кейсе. Наша задача вас курировать, ваша задача не лениться и помогать нам в этом. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт USADefuseVisa, последний буквы Z, не путайте, точка ком, в нашу группу Facebook. Смотрите наши видео, будет много всего интересного. Пока!